В продаже бритва английского производителя Вильяма Джексона и сыновей Вильям Джексона ЦАНС завода Шиф Айлен Воркс из Шеффилда Бритва по параметрам где-то между 5 и 6 восьмых Выборка у бритвы Ну тут так сделано примерно на четверть, между половиной и четвертью Но клинок такой достаточно толстый, до самого кончика идет То есть это говорит о мягкости, о том что бритва будет достаточно мягенькая в бритье Но при этом она немножечко звонкая Вот такая вот вещь Клеймо интересно здесь тем, что торговая марка Вильяма Джексона Это был масонский знак, вот такой наугольник и циркуль Ну и сверху, если внимательно присмотреться, можно увидеть мальтийский крест Наугольник и циркуль с мальтийским крестом Это торговый знак Вильяма Джексона Воды производства здесь я бы датировал между 1853 и 1860 Почему так точно? Потому что сама фирма существовала в качестве семейного бизнеса с 1830 года И в 1860 году они слились с другой английской компанией и название поменяли А бритвы именно на заводе Шиф Айланд Воркс они стали делать с 1853 года Поэтому тут все достаточно просто Именно этот экземпляр сделан с 1853 по 1860 Вот, отличная бритва, состояние приличное, интересное она не только масонским символом, клеймом Вот, ну и состояние в целом полотно прекрасное Легкие сатины я навел Бритва обычная, однозаковная Вот Очень аккуратненько все На оборотной стороне есть некоторые следы времени на Эрли Ну и на лицевой, именно на Эрли Но полотно практически в идеале Естественно, все разбиралось Все полностью вычищалось со всех сторон Вот, насечек нету, бритва старого типа Ручка здесь, кость Заходит идеально ровно Не выпадает Полностью костяная ручка Ручка родная Без намеков на трещины, без каких-то расслоений, сколов и так далее Клинышек такой темненький, стальной Вернее, не стальной, свинцовый Свинцовый клинышек, не оловянный Свинец Трещин нет, ничего нет Все аккуратненько, все красиво Ручка отполирована, вычищена Тоже изнутри и снаружи Вот Пин поставлен наверх латунный В принципе, такой же, как и внизу Вот нижний пин оригинальный Вот верхний пин я менял Вместе с шайбочкой Подходит очень хорошо Вот Бритва Радует своим сочетанием Такого достаточно деликатного реза Как на американках и на немках На некоторых И при этом у нее рез этот сам по себе мягкий Так как это английская старая, старая, еще литая Вот Рекомендую тем, кто хочет попробовать английские бритвы Самое оно Но этот экземпляр скорее будет интересен в коллекцию Потому что здесь масонская символика Бритвы с такой символикой попадаются очень редко И даже этот производитель Вильям Джексон Чаще всего они выпускали бритвы без этого торгового знака То есть это одна из самых-самых первых бритв Скорее всего это 1853-55 даже, наверное Потому что до 60-го года бритвы, которые они делали Они все равно были без этого символа Ну вот здесь он есть Все Сегодня будет на продажу Забыл тесты Покажу, как она на волос проходит Тест Вот на тестах можно будет слышать, что она достаточно звонкая Невзирая на выборку, невзирая на сталь Но при этом брить она будет мягенькая Так, фокусируйся Так Отлетает даже с таким небольшим звоном Можно слышать Это вот как в случае с Хердером То есть звон есть Пение металла есть Определенное Но при этом бритва Не агрессивная Ну как вот например С немцами из поющей стали Они очень звонкие Но при этом такие щепучие Как их не доводи Все равно сталь Достаточно каленая Такая Вот Сейчас распуск Вот так По всей кромке Вот он Волос Все На этом Все